Несмотря на то, что конкурс проводится в первый раз, он уже имеет статус международного и объединяет под своей эгидой музыкантов из разных городов нашей родины и даже исполнителей из сопредельных государств. Из Москвы, из Московского Мерзляковского училища, из Санкт-Петербурга, гости из Киева. В общем-то, география такая обширная достаточно. Как известно, сила искусства сближает и объединяет людей, несмотря ни на какие противоречия. Маша Хелько живет в Киеве, о конкурсе узнала от своего педагога детской школы искусств. Магия этого инструмента и привела ее к нам в гости. Любовь и выбор этого инструмента родился из любви к старинной музыке и творчеству Баха, творчеству старинных композиторов. И чрезвычайно интересно, как органная традиция старинной музыки преобразовывалась в традициях последующих музыкальных эпох. Орган по праву считается самым сложным музыкальным инструментом. Для игры на нем нужно использовать все тело, несколько клавиатур для рук, а также для ног. Однако критерии оценки исполнительского мастерства такие же, как и для любых других музыкальных инструментов. Это, конечно, содержательная сторона исполнения, совершенство исполнения, личное отношение к исполняемому произведению, степень проникновения в авторский замысел. Вот такие критерии, характерные для советской и российской исполнительской школы. По словам Александра Фисейского, многие органные классы занимаются на электронных аналогах инструмента. Данный же конкурс дает юным исполнителям возможность испытать свои силы на настоящем, духовом. А общение с разделяющими твой интерес людьми бесценно. Следующий этап международного конкурса состоится здесь, в ДШИ, в субботу, начало в 5 часов. А по его окончании зрители ждет гала-концерт финалистов конкурса. Илья Кремнев, Алексей Руднев, Видное ТВ.